Естественно, Кабаева пока лидирует. И на ковре Олеся Ашаева. 14-летняя гимнастка из Рязани. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Металлический дождь. Так называлась композиция, под которую Олеся Ашаева выполнила упражнение с булавами. Если вы помните, то наша сборная в групповых. Под эту музыку, с композицией под эту музыку выиграла чемпионат Европы. К слову, о нашей сборной в групповых упражнениях. Как ни странно, после Олимпийских игр большинство гимнасток из состава не бросили гимнастику. Единственное исключение это Ирина Зильбер, которую сейчас заменила Олеся Белугина из Пензы. Абсолютная чемпионка первенства России в этом году. И сейчас они соревнуются в Швейцарии на международном турнире. А на ковре тем временем Ирина Чащина. Ирина Чащина. Ирина Чащина. Одна маленькая ошибочка в повороте, а в остальном все просто великолепно. Вот кого действительно не волнует, какие сейчас правила действуют, новые, старые или какие еще, так это Ирину Чащину. Просто безукоризненная техника, великолепная амплитуда. Ну, можно бесконечно расточать ей комплименты. Можно было бы, если бы сейчас здесь, во дворце спорта Динамо, не появилась другая отличная гимнастка Юлия Барсукова. Олимпийская чемпионка. Ну, я думаю, что остальные комплименты скажет ей комментатор, который сегодня помогает мне работать, Василий Соловьев. И я передаю ему слово. Ирина Чащина. Так как на Юлию Барсукову по ее прибытию в этот зал буквально набросили журналисты, у нас очень мало и очень короткие вопросы. Вот сейчас вы после Олимпийских игр, как вы живете? В свое удовольствие или все-таки работаете опять через силу над чем-то новым? Нет, ну, конечно, в свое удовольствие. Потому что, ну, занимаюсь какими-то домашними проблемами, занимаюсь своим любимым человеком. И хожу каждый день на тренировки по фигурному катанию. Ну, это в свое удовольствие, чисто только для себя. Что такое домашние проблемы? Ну, я имею в виду, там, забота какие-то. Не проблема, забота там. Кто сделает, кто сделает. Ну, как у всех. Хорошо. Как Денис относится к тому, что вы действительно собираетесь заниматься фигурным катанием? Потому что он еще полгода назад говорил, что все это всего лишь шутка. Нет, ну, я не собираюсь заниматься фигурным катанием, потому что это уже нереально. Потому что, чтобы заниматься серьезно, надо заниматься с маленького возраста. Просто хочу попробовать, если получится, выучиться на коньках до того уровня, чтобы я могла выступать на галопреставлениях, на шоу. Пару показательных номеров, да? Ну, да. Только для этого. Ну, а как сейчас уже? Как? Ну, ничего. Получается. А посмотреть можно прийти на тренировок? Где вы тренируетесь? Я в техтичиках. Да. И Денис пока находится здесь, то есть ни в Америке, нигде? Я в технике ставлю программу детям, которым занимается. Хорошо. И у вас какой план на вот это самое показательное выступление? Где-то здесь, в России, или вы там какие-то есть наметки за границей? Знаете, я пока еще не знаю, ничего не планировала, потому что сначала надо научиться, а потом уже языком болтать. Туда-сюда ездить и посмотрим. Хорошо. Мы приедем в Текстильщики. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за столь интересное интервью. И мы возвращаемся к соревнованиям. На ковре Елена Посевина выполняет упражнения с мячом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елена Посевина, одна из немногих гимнасток, которые выступают в финале и, тем не менее, не тренируются в московском центре. Это очень легко объясняется, потому что Елена из Нижнего Новгорода, где также есть очень хорошая гимнастическая школа, где, в принципе, действуют все те же правила, что и в московской. Но, как рассказывала Ирина Александровна Винер, в скором она планирует забрать эту гимнастку к себе в Москву. И тех гимнасток, которые не тренируются у нее, возможно, вообще не останет сам. КОНЕЦ 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 Оценки Ирины Чащиной Я прошу прощения, если возможно, говорю оценки с небольшим опозданием, потому что они находятся за моей спиной, и я не всегда успеваю их проследить. Но вот Ирина Чащина за упражнение со скакалкой получила 29,375. Это меньше, чем у Алины Кабаевой. Сейчас она на втором месте. Третий результат у Ольги Беловой. И на четвертом месте Ляйсан Утяшева. А сейчас давайте посмотрим упражнение с мячом Зарины Гизиковой. КОНЕЦ 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 Скажи же, это было очень яркое выступление. И еще, конечно, бросается в глаза купальник, который был на Зарине. Вот рядом с самой сидит Юлия Барсукова, и она подсказала, что именно в этом купальнике она делала упражнение с лентой. И на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. И вот такая вот преемственность купальников передается от одной гимнастки к другой. Потому что действительно они очень красивые, очень много труда уходят на выполнение такого купальника.